Раиса Левенец и Наталья Новицкая проживают в разных домах, но обе уверены, управляющая компания поступает с ними незаконно. Их конфликт с руководством организации управления домами не первый год разбирает в судах. Точку в споре может поставить только вышестоящая судебная инстанция. Сомневаются заявительницы и законности создания ТСЖ в их домах. Юрий Поляков поручил исполняющими обязанности начальника управления ЖКХ Армену Григоряну запросить от управляющей компании все документы и предоставить Анапчанкам. Недовольна работой управляющей компании Тамара Полевая, жительница поселка Киблерово. Она настаивает на том, чтобы дом на улице Желанная 7 перешел из ведения Минобороны в обычную гражданскую организацию, так как это сделано сейчас по трем соседним многоэтажкам. Все вот эти жилые дома соответственно в хорошем состоянии, а наш дом постоянно чуть ли не биотуалет, потому что не ремонтируется, люди платят от и до. И вновь поручение Армену Григоряну организовать комиссионный выезд и помочь Тамаре Ивановне провести общее собрание жильцов многоквартирного дома. Предприниматели, работники муниципальной ярмарки на Северной обратились к Юрию Федоровичу с просьбой вникнуть в их проблему с отсутствием парковки для посетителей. Территория рядом с рынком в аренде. Мы всю жизнь здесь раздружались, всю жизнь здесь заезжали наши покупатели, мы вот я 19 лет на рынке, мы с улицы Северной подъезжали. А где ресторан тут вот это было? Вот это кафе-ресторан. Вот это? Да, вот он уже сейчас такой, он был вот такая маленькая, сейчас у него уже вот такая вот. Да, вот это все муниципальное. Исполняющий обязанности главы Анапы подключил к обсуждению начальника управления имущественных отношений Михаила Анохина. Он должен предоставить полный пакет документов по обозначенной заявителями территории. Вот.